Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, ну и покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера Открытия, там у меня российские активы, два счета у меня в Тинькофф на ИС, американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды, ну и недавно еще появился криптосчет на бирже Бинанс. Ну и, как обычно, в завершении видоса поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Друзья, перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за этот видос. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Продолжают удивлять депозитарные расписки Тинькофф Банка бумаги за 2021 год, только вот с начала 2021 года выросли более чем на 40%, ну и сегодня этот рост продолжается, связано это вот с чем. Дело в том, что вчера произошло включение депозитар Тинькофф в индекс MSCI Russia, и после этого бумаги продолжили расти, хотя, в общем-то, аналитики называли это включение ожидаемым событием. Индексный провайдер принял это решение по итогам ежеквартального пересмотра, состоявшегося 9 февраля. Изменения вступят в силу 26 февраля после закрытия торгов. Раньше бумаги входили в индекс компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap. Но вместе с тем, как пишут эксперты, инвесторы начали учитывать возможное включение Тинькофф в этот индекс еще за несколько недель до февральской ребалансировки. По оценкам опрошенных РБК-специалистов, этот фактор стал одной из причин январского ралли в акциях Тинькофф. С начала года котировки компаний на Мосбирже выросли на 47%, и только за три последних торговых дня они выросли более чем на 8%. Что такое этот индекс? Он отслеживает изменения стоимости акций российских компаний большой или средней капитализации. Обращающихся на московские биржи, индекс является ориентиром для крупных инвесторов, вкладывающих деньги в российский рынок акций. В их число входят крупные пенсионные и хедж-фонды. Они начинают покупать акции компаний после их включения в расчет индикатора. Еще сегодня наблюдал за бумагами АФК-системы. В начале дня они показывали хороший плюс, после обеда улетели в минус. Ну и вышла вот следующая новость. Возможно, она на это повлияла. Венчурный фонд АФК-система продал долю в стартапе Абзов Технологис. Венчурный фонд продал свою долю в этих бумагах, в которые инвестировал еще в 2017 году. Но, друзья, вышел с очень большой доходностью более чем в 4 раза. Покупателем выступила норвежская Аквагрук. С помощью компьютерного зрения стартап оптимизирует процессы кормления в рыбных хозяйствах. Ну и вот вице-президент компании по инвестициям говорит, что это была хорошая классная бизнес-идея. Мы инвестировали на очень ранней стадии. Не ошиблись, доходность по этой инвестиции составила более чем 4 раза. И это первый наш успешный выход в сегменте агротехнологий. Ну не знаю, друзья, почему бумаги начали валиться во второй половине дня. Вообще-то, мне кажется, что новость носит наоборот такой позитивный окрас. Компания зафиксировала хорошую прибыль. Ну и найдет, куда потратить эти деньги. В АФК-системе, я так понимаю, работают очень сильные аналитики. Леонида Волкова, это последний из оставшихся на свободе соратников Алексея Навального, объявили в межгосударственный розыск. Теперь его будут разыскивать российские спецслужбы и спецслужбы стран СНГ. Короче, он, насколько я знаю, сейчас проживает то ли в Великобритании, то ли где-то еще за границей. Ну и, в общем-то, сценарий очень напоминает белорусский. Все под арестом, кто-то в тюрьме. В общем, разогнали оппозицию метлой. Ну и подзабыли мы слегка про рыжего экс-президента Дональда Трампа. А, между прочим, сейчас в Сенате рассматривается вопрос его импичмента. Друзья, да, такое тоже возможно. Даже отстраненный президент может быть подвергнут этой процедуре. И вчера как раз начались слушания по этому делу. Выступали стороны обвинения защиты, адвокаты Трампа там выступали. Ну и важный момент. Сенат уже признал данный процесс, его импичмента, конституционным. То есть, в принципе, отстранение уже сложившего полномочия президента, оно вероятно. Но при этом, друзья, оптимизма у сторонников этого решения немного. И, ну, такое общее мнение, что импичмент, скорее всего, не пройдет для того, чтобы его принять. Помимо того, что за него должны проголосовать все демократы, к ним должны примкнуть некоторые республиканцы. Ну и пока процент, вот, расклад сил складывается не в пользу демократов, не в пользу сторонников импичмента. Возможно, Трамп и отделается малой кровью, для чего они хотят его, собственно, подвергнуть импичменту. Для того, чтобы он не смог занимать в будущем никакие важные должности, лишить его пенсионного обеспечения экспрезидентского. Ну и, короче, отобрать кучу разных привилегий, что, возможно, и было бы логичным с точки зрения демократической партии. Ну а Трамп будет всеми силами отбиваться. Вообще, процесс будет длиться несколько дней, может быть, даже пару недель. Короче, сериал, друзья, будет длинный, но будем наблюдать. Давайте посмотрим, что на рынках. Индекс РТС в слабом плюсе на 0,06%. Индекс Мосбиржи в коррекции на 0,2%. Ну и связывают в основном негатив по российскому рынку с тем, что Евросоюз очень активно обсуждает возможные санкции после возвращения Жозепа Борреля. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Но посмотрим, друзья, что уж Евросоюз там сможет сделать и захочет ли он что-то делать. Будем наблюдать. Золото ни туда ни сюда, практически ноль сегодня, 1838 долларов за тройскую унцию. Российская Юрлс вслед за бренд тоже перешагнула за 60 баксов, плюс 0,41 за день, 60 долларов 51 цент за баррель. Бренд плюс 0,72, 61 доллар 53 цента за бочку. Теперь, друзья, буду послеживать за биткоином, чтобы найти какой-то приемлемый момент для входа, ну для такого пробного входа. Сегодня минус 3%, 45760 долларов стоит криптовалюта. Америка на момент записи пока не открылась. Вчера S&P 500 закрылся на отметке минус 0,11%. Промышленный индекс Доу Джонса в слабой коррекции на 0,03%. По индексу Московской биржи второй день подряд. Невероятный рост показывает бумаги Озон. Сегодня плюс 4,6. Петропавловск плюс 3%. Тинькофф плюс 2,1. Днем было получше, там почти 5 был рост по Тинькофф. Россети плюс 1,6. И Детский мир плюс 1,5%. Это лидеры падения. Русал минус 1,7. Киви минус 1. А, друзья, подождите, я извиняюсь. Вчера росли бумаги Киви, да, насколько я помню. Сегодня бумаги Озон. Новотек минус 1,8. Магнит минус 1,9. И худшая бумага по индексу. Сугруппа компаний Пик минус 3,3. Ну а что касается всего российского рынка. Лучшая компания сегодня не российская, друзья. Это Твиттер плюс 8,29. Давайте сегодня на нее посмотрим. Крайне любопытно. На втором месте тоже не наша бумага. Это китайская акция Байду плюс 6,47. И также у нас в лидерах мультисистема плюс 7%. Также растут Uber, Русолов, Органический Синтез, Саратов Энерго, ДЗРД и Озон. Ну давайте поглядим на Твиттер. Как там у него дела? За месяц плюс 32. За год, за три года нам инвестинг информацию не покажет. Потому что бумага в листинге менее года. Именно на российской бирже. Тикер компании, если хотите покупать в рублях, ТВТРРМ 4772 рубля. Она стоит сегодня растет на 367 рублей. Цена дохода дивиденды инвестинг не знает. Но сейчас уточним в брокере Тинькофф. Теханализ краткосрочно предлагает компанию покупать. Подгружаем теханализ на месяц. На месяц активно покупать. Но не совсем однозначно. Скользящие средние 8 к 4. Технические 8 к 0. Итак, друзья. Твиттер. Если покупать через Санкт-Петербург, бумага стоит 64 доллара 59 центов на текущий момент. И за неделю рост плюс 18 процентов. За месяц бумаги дают плюс 26. Вот это, да. Вот это ракета, друзья. За полгода плюс 72 процента. Вот это круто. За год компания прибавила 79 процентов. Помнится весной я думал покупать Твиттер или нет. И почему-то решил этого не делать. Возможно, напрасно. Так, за все время компания в плюсе, но всего лишь на полтора процента. Здесь данные за 8, друзья, лет. И бумага была в коррекции до 2017 года, друзья. И только после этого началось восхождение этой компании. Владелец сервиса для публичного обмена короткими сообщениями. Сервисом микроблогов, используя веб-интерфейс, смс, средства мгновенного обмена сообщениями. Или сторонние программы клиенты. Прогнозы по Твиттеру. Консенсус прогноз держать. Оппингеймер 10 февраля. То есть сегодня буквально спрогнозировал рост на 8 процентов. Ну, скромненько. JP Morgan в декабре считал, что бумага вырастет на 0,46. Ну, действительно, перегрета акция. Совершенно очевидно. Это видно по динамике последних месяцев. Ну, и куда ей расти дальше, не совсем понятно. Стоимость компании 47 миллиардов долларов. ПЕ, к сожалению, нет. Но по цифрам и так все понятно. И смотрите, рентабельность отрицательная, друзья. Вся в минусе. Доходность капитала минус 13. Доходность активов минус 8. Доходность инвестиций минус 9.75. Выручка с прибылью. Ну, вот за 2020 год прибыль вообще отрицательная. Денежные средства набирают обороты. Но нет дивидендов. Это тоже недостаток. Ну, чтобы я резюмировал так, если мой экспресс-комментарий кому-то интересен. Безусловно, хорошая вещь, которая сейчас явно модная, явно такая трендовая штука. Иметь твиттер-аккаунт, это популярно. Это, собственно, наверное, то же самое, что сегодня иметь телеграм и инстаграм. Без этого жизни уже представить невозможно. Но, друзья, перегрето. Дико перегрето. И даже, видите, аналитические агентства считают, что перспектив дальнейшего роста по компании нет. Вероятно, в ближайшее время все-таки компанию накроет коррекция. Ну, и заходить в нее сегодня, на мой взгляд, ошибка. Надо дождаться все-таки обвала этой бумаги. Но в перспективе, как направление бизнеса и как направление для инвестирования, мне кажется, штука интересная. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российских активов. В брокере открытия тут 598 тысяч и сегодня практически ноль. Был момент, когда бумаги все-таки перешагнули за 600 тысяч. Ну, приятно было вот чисто визуально на это смотреть. Но недолго музыка играла и после обеда вновь все опустилось ниже. Так, за 7 дней у меня плюс процент, плюс 6,5. За месяц чуть больше, плюс 1,16, плюс 6,800. Ну, за месяц мои бумаги прям прилично мотает, то вверх, то вниз. И за год держу доходность почти 24%, 118 тысяч рублей. Так, по моим бумагам сегодня лучше. Это Яндекс, плюс 1,76. На втором месте Детский мир, плюс 1,67. И в тройке китайская ETF, KFCN, плюс 1,5 почти процента. Растут Россети, ETF-ка на золото, FXUS, FXWO, FXIT. Все остальное падает. В слабом минусе евро, в приличном минусе доллар, минус 0,33. Стоит уже 73,84. Ну и падают полиметал, МТС, Сбербанк, Интерао, Полюс, Ленэнерго, лидеры падения Норникель и Мосбиржа, минус 1,85. Ну, короче, тут сегодня ничего интересного, в общем-то, нет. Перелетаем в приложение брокера Тинькофф. И сегодня американские акции на ИИ сдают мне плюс 0,4%, 735 рублей. В портфеле 185 тысяч. Ну и прилично, в общем-то, все бумаги прибавляют. Единственное, PayPal в небольшом минусе. Все остальное в плюсе. Ну, лучший результат у Элилили. По-моему, что-то я сегодня слышал, что они там запатентовали какое-то новое то ли лекарство. Ну, что-то было связанное с коронавирусом. И вот видите, рост более 1% сразу на фоне этой новости. Всего портфель дает мне плюс 33%, плюс 46 тысяч рублей. По фондам тоже сегодня плюс. Плюс 0,31, 603 рубля. В этом портфеле 192 тысячи. Ну и фонды сегодня тоже хорошенько разгоняются. Акции развивающихся стран более 1% роста. Тинькофф, Насдак плюс 0,5%. Ну и традиционно вечный портфель Тинькофф, евро и Тинькоффский фонд на золото, как обычно в коррекции. Всего здесь плюс 6,43, плюс 11,5 тысяч. Друзья, ну вы видите, что я хотел бы отметить. На фоне растущей нефти и Юрлс, причем растет, тем не менее российский рынок сегодня несколько насторожен. Это санкции, друзья. Вновь санкционная риторика началась. И опасения нагнетаются. Кстати, не забываем, что в пятницу у нас будет заседание Совета директоров ЦБ. Важно, что там будет решено по ключевой ставке. Возможно, завтра более подробно об этой теме мы с вами поговорим. Ну а на завтрашний день у меня ожидания вновь такие осторожно положительные. Я все-таки надеюсь, что четверг мы увидим зеленые графики. Ну а вот насчет пятницы уже будет разговор отдельный. Вообще, в целом, мы в такой, в какой-то в боковик в эту неделю вошли. Ну и пока в нем находимся. Ну что тоже неплохо. Главное, что не падаем. Ну что, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Друзья, если вам вдруг нравится то, что я делаю, нажимайте кнопку спонсировать и поддержите канал, если можете. Спасибо огромное. Доброй ночи. Пока-пока.